Участок у вас свежеухоженный. Да еще не успел еще. Мусора никакого нет. То есть все хорошо у вас. Это СНТ «Березка», что в Ленинском районе Ижевска. Сегодня здесь проверка МЧС. Спасатели смотрят, как огородники соблюдают правила пожбезопасности. С 10 апреля разведение костров, сжигание мусора и сухой травы в Удмуртии под запретом. Нина Евдокимова свой участок держит в порядке, а горючий мусор утилизируют без огня. У меня есть контейнер такой, я туда скидываю все это. Просто на компост, да? Ну, это вички вон под яблоньку, под малину. Это все потом перегнивает. Такие рейды на огородных массивах и в частном секторе столицы спасатели проводят регулярно. Проверка пожбезопасности не прихоть властей. Любая искра может привести к возгоранию, а на тесных улицах СНТ огонь быстро перегинется на соседние участки с постройками. Еще одно обязательное требование к огородникам в пожароопасный сезон – наличие бочки с водой на участке. Правила пожарной безопасности соблюдаете все? Да, конечно. Это же страшно. Сейчас смотришь по телевизору, эти Забайкальские, это уже ужасно там, что делает, пылает. Я считаю, что, наверное, 99 все равно люди сами имеют. Даже мальчишки у нас вот здесь, потому что раньше поджигали. Вот эту траву идешь, даже сосны все. Вот как к автобусу идешь, к транспорту, каждый год поджигали. И там-то так же. За нарушение противопожарного режима в республике установлены штрафы. На граждан до 4 тысяч рублей. Этой весной инспекторы их выписывают регулярно. Нарушители, да, попадаются. Мы их либо привлекаем к административной ответственности, либо же проводим профилактические беседы, разъясняем им требования пожарной безопасности. Около 15 нарушений на граждан были выписаны протоколы об односторонном праве нарушения. В основном нарушения встречаются у нас в частном секторе, также на садо-городных массивах. А еще каждый садовый массив, который граничит с лесом, должен быть оборудован вот такой минеральной полосой, чтобы в случае возгорания огонь не перекинулся на постройки. По данным МЧС, в республике с начала года уже произошло 5 лесных пожаров. Александр Демидов, Юрий Зелененький, новости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!